Ребята, всем привет! И сегодня у нас будет первое видео, посвященное ништячкам на мою десятку. Мне сейчас на почту пришел один из таких ништячков. И сейчас мы поедем, заберем посылку. И о том, что это за посылка, вы узнаете в этом видео. Поэтому не переключайтесь и обязательно досмотрите до конца. Ребята, забрал посылку с почты. Сейчас через пару секунд я ее распакую и покажу, что внутри. Сейчас мы заедем еще на моечку, помоем машину, наполируем ее. Ну а потом приступим к распаковке. Ну что, ребята, настал я тут момент, чтобы распаковать посылочку. Поэтому... Открываем багажник. Так. Помимо этого, у багажника куча всякого хлама. Ну, без этого никак нельзя. Ребята, Ева коврики. Решил, так сказать, опробовать. Действительно ли они настолько крутые, как их все рекламируют. Рассказывают о них. В общем, заказывал Ева коврики в инстаграме. Ссылку на коврики я оставлю в описании и магазину, в котором я его покупал. А покупал я его в инстаграме. Естественно, покатаюсь на этих ковриках. Из последующих видео упомяну и сделаю, так сказать, полноценный отзыв. Настолько ли они практичны. Потому что фишка этих ковриков... Во-первых, из-за липучек они не скользят по машине, в отличие от обычных резиновых ковриков. Во-вторых, за счет вот этих секций в виде ромбиков они аккумулируют всю пыль, грязь, песок, особенно зимой, снег и воду. И оно не остается на обуви. То есть вы сели в машину, с обувью все это струсилось, попало в ячейки эти, и все, обувь остается чистым. Ну а также, естественно, их стильный вид. Поэтому сейчас приступаем к их установке и будем эксплуатировать. Я думаю, они должны форму принять. В общем, ребята, коврики почти идеально. Один момент мне вот этот не нравится. В этом вот моменте. Но я думаю, так как они форму держат, они должны еще встать как бы в свои пазы, принять форму пола. Лекало вырезано правильно. Все, вопросов нет. Именно вот эти все изгибы, я думаю, это со временем у них станет. Ну а теперь ставим весь остальной комплект и наслаждаемся эксплуатацией. Пассажирский коврик вообще идеально лег. То есть, ну, плюс здесь с липучки он не будет. Ну что, ребят, как видим, салончик моментально преобразился с его ковриками. Это, конечно, нечто вид имеет. Долго я, конечно, сомневался, брать их или не брать. Насколько они, правду они говорят, что они настолько классно подходят к машине, создают вид и практичные на 100%. Но в итоге взял и, честно говоря, первые впечатления у меня обалденные просто. Я им очень-очень доволен. В следующем, конечно, планирую взять в багажник такой же тоже большой коврик под размер багажника. Но это, я думаю, будет в будущем. А также следующим этапом по преображению салона я собираюсь поставить люксовые карты в двери, поменять эти старые тряпчаны, которые уже затерты, заерзанные. Ну, естественно, года берут свое. И поставить люкс-карты. Вот. В принципе, на этом видео подошло к концу. Кому понравилось, ставьте, естественно, лайки, пишите в комментариях, а также укажите, что еще бы вы хотели, как бы подскажите, что-то еще можно модернизировать по салону. Поэтому пишите обязательно комментарии. До новых видео. Всем пока.